Думаю, многие из вас знают о таких книгах, как «Магия утра», «Клуб пяти часов утра» и еще, наверное, сотнях похожих, которые хотят вас направить на путь истинный, по мнению авторов, и рассказать вам, как же добиться этого успешного успеха, но суть всех их в целом заключается в одном и том же, в ранних подъемах. После прочтения подобной литературы, правда, сразу хочется как-то менять свою жизнь, пользоваться советами, которые там написаны. Я, например, еще зимой читала «Магия утра» Хала Алреда, и помню тогда, что я сразу начала внедрять все эти советы в жизнь и вставать раньше, но все это продлилось всего дней пять, и я забросила этот эксперимент. Не знаю, почему, что мне помешало тогда продолжить, но этот раз, этой осенью я решила попробовать еще раз. После долгого карантина, дистанционного обучения, у меня опять началась школа, уроки, и я понимала, что я совершенно ничего не успеваю, и были вещи, которые мне хотелось бы делать, но на которые совершенно не хватало времени. И из-за этого я решила перенести их на утро. Вначале ранние подъемы давались мне очень тяжело. Зачем я уже проснулась? Сейчас же еще только ночь. Некоторые люди еще только ложатся спать. Почему я встала? Но важно не просто проснуться рано, а понимать, что вообще нужно делать это раннее время, которое раньше ты просто спал. Потому что если, например, встать и там зайти в социальные сети и провести там часа два после пробуждения, то лучше как бы это время вообще просто поспать и не вставать пока. Этой осенью на ранние подъемы меня также вдохновила книга. Это Клуб 5 часов утра Робина Шарма. Там написано много полезной информации, и на примере двух людей, бизнесвумен и художника, рассказывается, как вообще можно изменить свою жизнь, просто вставая в 5 утра. Да, конечно, книга немного похожа на сказку. Мне кажется, в реальной жизни такое невозможно. Автор Робин Шарма дает практические советы, как вообще изменить свою жизнь с помощью просто подъема в 5 утра. И делит этот ранний такой период на три блока, каждый по 20 минут. Первый блок это спорт. Что вы там хотите? Либо же зарядка, либо какая-то йога, пробежка. И нужно хорошенько так пропотеть это время, потому что вырабатываются тогда какие-то нужные гормоны, которые снижают уровень стресса, уровень гормона кортизола. Короче, я не очень сильна в этой всей эндокринологии, но, в общем, я поняла, что это важно. Второй блок это духовные практики, медитации, визуализации, аффирмации, благодарности. И третий пункт саморазвития в профессиональной сфере. Переходить на следующий уровень интеллектуального развития. В общем, понимаете, да? Боже, сижу тут, чувствую себя каким-то коучем, будто бы, знаете, написала книгу, как я добилась своего успешного успеха, и тут вам втираю про нее. Нет, ребята. Во время эксперимента я не вставала ровно в 5. Я вставала в 5.30. Реально просыпаться в 5 я просто физически не могла, я не такая сильная духом. Но у меня занятия в школе начинаются в 8.30, и у меня реально было полно времени, чтобы провести их как-то продуктивно и полезно. Подниматься так рано было сложно. Конечно, я вставала по будильнику. И знаете, кстати, я вставила только один будильник, потому что знаю, что люди там просто ставят десятки будильников через каждые 2-3 минутки. Нет. Я в целом чаще всего после будильника и вставала, только помню раза два, наверное, я его перевела на 5.40, потому что это было просто нереально проснуться тогда, в тот момент. Но тут еще очень важно думать о том, во сколько ты вообще ложишься спать. Я отходила ко сну всегда по-разному, но приблизительно это было где-то часов 11. Напомню, кстати, один раз я что-то монтировала и легла в час 30, и, конечно, встать тогда в 5.30 было просто огромным подвигом для меня. Это было сложно, это было очень сложно, но все-таки, да, я старалась ложиться как можно раньше. Были дни, когда я просыпалась с хорошим настроением и довольно-таки бодрые. Были, конечно, также и дни, когда просто я хотела уничтожить этот будильник. Иногда я почти засыпала на уроках от того, что не выспалась. Иногда меня тошнило из-за того, что я рано встала, не знаю почему, у меня просто какая-то такая странная особенность организма. Мое утро со всеми этими практиками, которые описаны в книге, проходило примерно так. Первый модуль был спорт, я делала зарядку. Там были и такие упражнения просто там размяться, и прыжки, и немного чего-то силового. Вообще, Робин Шерма писал, что зарядку нужно делать прям сразу, как встал с кровати. Он даже писал, что раньше спал в одежде, чтобы вот прям сразу открыть глаза, взять бутылку с водой и пойти на пробежку. Я, конечно, не доходила до такого. В начале эксперимента у меня даже были мысли об утренних пробежках, но посмотрев на погоду и осознав свою лень, я поняла, что эту идею мы сразу откидываем. Во время зарядки я либо слушала аудиокнигу, либо просто музыку. Делая зарядку, нужно и одновременно размять все мышцы, и также немного пропотеть, согреть свое тело. Тогда, как я вам уже говорила, вырабатываются нужные гормоны, снижается уровень стресса. В общем, все это происходит на таком биологическом уровне. Если хотите лучше понять, то да, реально, прочитайте книгу, там это все довольно-таки детально объясняется. Следующий модуль — духовное развитие. У меня это было медитации. Я не уверена, что я медитирую правильно, но все-таки мне кажется, что тут нет никакого правильного, и каждый человек делает это так, как ему удобно. Одни люди говорят, что нужно отбросить все мысли, другие наоборот, что нужно концентрироваться на чем-то одном. Кто-то говорит, что нужно это делать в тишине, кто-то нет. Но лично моя медитация всегда была или со звуками природы, там лес, птички, океан, дождь, или я просто искала на ютубе музыка для медитации, так и писала, и мне показывали уйму вариантов, просто бери, выбирай, делай. Также есть медитации, которые сопровождаются голосом, тебе говорят, на чем именно концентрироваться, или наоборот, когда отпустить все мысли. В этом варианте мне нравится медитация Алины Солоповой. Следующий модуль — это что-то для профессионального развития. Сейчас моя профессия — это школьник-ютубер. Звучит, конечно, максимально кринжовенько. Но этот блог я либо заполняла просмотром обучающих видео о монтаже, съемке, тому, что мне сейчас правда очень интересно. Часто, кстати, я смотрела видео из канала Plushner Factory. Там полно роликов посвящено созданию видео, начиная с настройки камеры и вообще правилам съемки. Также много полезной информации о монтаже, разные плагины, фишки, как подбирать музыку без авторских прав и где ее искать. Советы по оптимизации видео на YouTube и лайфхаки, как набрать первую тысячу подписчиков. В общем, там реально очень много полезной информации. И если вам интересна эта тема, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Также во время профессионального развития, так странно звучит, я повторяла какой-то материал по урокам, делала тесты сноу, готовилась к экзаменам, просматривала английские слова и записывала новые. В 5.30 я просыпалась только в будние дни. В выходные я не заставляла себя это делать. Я реально хотела выспаться в субботу и воскресенье, но в моем понимании выспаться это не спать там до 11, до 12. Я выспалась уже, когда я проснулась в 7, в 8. И, кстати, это реально круто, потому что я радовалась тому, что у меня есть возможность хоть немного больше поспать. И стала оценить такие моменты, как там дольше поезжать в кроватке, не вставать сразу, как открыл глаза. Это тоже круто. Мое задание на этот месяц не было вот именно там просыпаться рано-рано. Целью было успевать делать то, на что раньше не хватало времени, из-за там кучи ДЗ и других занятий. То, что я откладывала на вечер, вечером уже делать не успевала. И из-за этого в целом откладывала эти дела, хотя они реально важные. Сейчас хочу вам рассказать о лайфхаках, которые помогали мне вставать рано, потому что, мне кажется, многие из вас после просмотра этого видео реально захотят так поэкспериментировать со своей жизнью. Так что первый лайфхак это то, что будильник не должен лежать там на кровати в зоне доступа вашей руки. Конечно, очень просто протянуть руку, выключить его и спать дальше. Но цель встать, а не просто прослушать будильник в 5 утра. Так что пусть он будет лежать на столе, на подоконнике, ну в общем на месте, чтобы вам нужно было встать и выключить его. Второй лайфхак. Слушайте музыку утром, которая вам реально нравится, которая бодрит вас. Это поднимает настроение. Там вы, например, можете танцевать под музыку. Это может быть как раз в блоке именно с физическим упражнением. Это, мне кажется, 100% как-то зарядит на позитив. Утром я, кстати, часто так делала. Умывайтесь холодной водой. В этом мне помогло отсутствие горячей воды долгое время в этот месяц, в этот период эксперимента. Ну и, конечно, и умывайтесь водичкой и пейте утром водичку. Потому что уровень воды в организме за ночь, конечно, очень снижается. Мы-то спим, но тело работает, оно употребляет воду, и утром очень важно возобновить этот водный баланс. Не смотрите в телефон за 20 минут до сна. Пускай эти 20 минут вы просто проведете либо же с блокнотом, либо ухаживая за своим телом, лицом, волосами. И совет, который вас безумно замотивирует, это прочтите книгу о ранних подъемах, если вы еще до этого времени этого не сделали. Их полно, ребят, правда полно. Ну, я не читала десятки книг на эту тему, потому что смысл. Но из того, что я читала, это магия утра и клуб пяти часов утра, наверное, я больше вам рекомендую клуб пяти часов утра. Мне она понравилась больше. Вообще, за все это время я реально поняла, что ранние подъемы это очень круто. Ты не проводишь утро в торопях, появляется время реально сделать все то, что откладывал ранее. И ты также делаешь все это не в торопях, а получая удовольствие от процесса. И не важно встать вот именно в пять. Важно встать где-то за час, за два до того момента, до того времени, как вы вставали ранее. И это время провести, занимаясь тем, что вам бы хотелось сделать, но на что у вас не хватало времени ранее. Тут не суть именно в каких-то там магических пяти часов утра. Хотя да, многие пишут, что именно вставайте с рассветом в пять часов утра. Но простите, у меня сейчас рассвет в семь. И если я буду просыпаться в семь, то я не буду успевать делать все это. Вся соль в том, чтобы не проводить утро в торопях, а наслаждаться этим временем. И это можно сделать только тогда, когда проснуться раньше. Сто процентно я оставлю в своей жизни эти ранние подъемы. Не уверена, что это будет именно пять тридцать. Возможно, иногда пять тридцать, иногда шесть. В зависимости от дел, который мне нужно сделать утром. И в зависимости от того, во сколько я вообще легла спать. Но это был, правда, очень интересный опыт. В общем, спасибо за просмотр этого видео. Ну а я вас люблю, целую, обнимаю. И всего самого лучшего желаю. Субтитры сделал DimaTorzok